Дядь Миша, поставьте, пожалуйста, пятерку. Дядь Миша, сделайте призерок по олимпиаде по математике. Терпите к нему. Ну вот ты им глаза открыла, все выяснила, высказала. Может, все-таки обойдется. Что вы все позволяете? Я задаю вам выучить правила на странице 117 и выполнить упражнение 120 сразу же под параграфом. Всем все ясно? Да. Новенькие девочки, я не знаю, может, это случайность, но вы показали великолепный результат, причем на первом же занятии. Я как раз еще ребят для внутрешкольной олимпиады. Возможно, вы как раз мне и подойдете, потому что других с таким уровнем знаний нет. В смысле нет, а я? Семен, ты и так в каждой олимпиаде принимаешь участие. Нужно дать дорогу молодым. Не, ну вы посмотрите, эти дуры еще в олимпиадах будут участвовать. Мне вообще показалось странным поведение Михаила Афанасьевича. Как можно звать на олимпиаду учеников, которые он первый раз видит? Это был их первый урок. Ну, может, он увидел их потенциал. И какой там потенциал? У них один потенциал есть, это парик одеть и тупость какую-нибудь сказать. Нет, тут что-то не так. Не нравится мне эта ситуация. Ладно, пойдемте в столовую, а то большую перемену профикаем. Бэйба, ты уверена, что выиграешь олимпиаду? Да, Тата, я даже знаю таблицу Менделеева. Это же по химии. Ну вот видишь, я и по химии могу участвовать. Хорошо-то, что в этой школе работает твой дядя. Так мы сделаем легко этих выскочек и станем самыми главными. Да, самыми-самыми главными. Привет, девочки. Как ваши дела? Дела хорошо. Вот будем ваш класс на олимпиаде представлять. Да, представлять и побеждать. Да, Тата, представлять, побеждать и выигрывать. Так это же одно и то же. А я вот не пойму, как вы можете за математику шарить, если вы двух слов не можете связать? Диана, для того, чтобы шарить математику, не обязательно уметь разговаривать. Согласна. Вот если бы Юлька не могла связать и двух слов, то бы задумалась, что она такая заучилка по-русскому. Ладно, бэйба, пойдем к Михаилу Фанасьевичу. Он просил зайти. Пойдем, Тата. Наверное, лампиады нас хочет записать. Пока, девочки. Пока. Не верю, что эти девочки хоть в чем-то умнее нас. А я тебе о чем? Нам нужно пойти и просто пронаблюдать за ними. Как же нам пыли в голову? Так, да, серьезно? Другой. Смотри, Бэйба и Тата с Мишей общаются. Да ну, не может быть. Ты не волнуйся. По школьной лампиаде ты точно будешь первый. А вот чтобы победить на городской, придется договариваться с Валентиной Павловной из отдела образования. Но, думаю, с ней проблем не будет. Везет тебе. Дядя Миш, мне городская вообще не нужна. Мне главное здесь победить. Ты что? Это же такой шанс. Ну, не знаю. Меня не послышалось? Дядя Миша? Так, девочки. Вам предстоит серьезная работа. Так что постарайтесь. Ну, давай думать логически. Почему она называет его дядей? Ну, может она из деревни? Почему это? Ну, я просто в одной деревенской школе видел, как ученики называют учительницу. Тетенька учительница, тетенька учительница. Странное объяснение. А, может он похож на ее дядю. Или он и есть ее дядя. Как же я сам не догадался. Побежали в столовку. Я там девчонок видел, надо все забывать. Фу, какая гадость. Прикиньте, что мы сейчас услышали. Что же вы услышали? Самое главное, успокойтесь. Да мы спокойны. Вы сейчас умрете. Вы можете уже нормально объяснить, что тут происходит? Так, мы только что услышали разговор у Михаила Афанасьевича и новых девочек. Ну и что? Фух. Ну что уже? Короче, он дядя. Фух, слава богу. И без тебя было ясно, что он дядя. Вновь с чем? Я этой психовно ничего рассказывать не буду. Да вы можете уже рассказать. Михаил Афанасьевич дядя бэйбы. Он ее родственник, вы понимаете? Ничего не понимаю. Да господи, что же вы такие тупые. Он их родственник, а значит будет их тащить и в классе, и на олимпиадах. А потом еще Юльке на уши сядет. И вообще вас пошлют. И будет сидеть на задних партах чахнуть. Вот же гадины. Я им устрою. Диана, не надо. Ага, понятно, что с вами. Устроили тут, а, дядя Миш? Михаил Афанасьевич, не слушайте ее. Че сидите? Удобно иметь взросленьшка в школе? Дядь Миша, поставьте, пожалуйста, пятерку. Дядь Миша, сделайте призером по олимпиаде по математике. Дядь Миш, а может мы станем главными в этом классе? Дядь Миша, а может я стану подружкой Семена? Мэй, вы смотри, какие они тут все злые. Да, да, да. Кричат в присутствии учителя. Кошмар. Что здесь происходит? Диана. Отпустите вы меня. Михаил Афанасьевич, вы это, извините, а то она совсем что-то сдурела сегодня. Да, это потому что в столовке сегодня были холодные пирожки. Не стоит так переживать за это. Да ну вас. Терпеть их не могу. Диана, ну что ты все испортила? Что я испортила? Я же сказала, что не нужно так топорно действовать. А как надо? Я считаю, что надо все сразу выяснять, пока не поздно. Ну вот ты им глаза открыла, все выяснила, высказала. И что теперь? Вот именно, как будто сейчас дядя тречет со своей племянницы. Да кого-то напугало. Да я сейчас в ВК все напишу и в инсте всех поотмечаю. Я за справедливость. Фу, терпеть я не могу этих необдуманных действий. И что теперь? Да ничего, я думаю, что даже Миша не вспомнит об этом инциденте. Ой, что-то я устала от всего этого. Сколько там времени до конца перемены? Успеем чай глотнуть? Пошли, я зашла от просьбы со связи. Что будем на Новый год делать? У меня вообще все планы срываются. И у Полины вроде бы тоже. Ой, я тоже не знаю, сейчас все так нестабильно. Что, Диана? Что, Диана? Она сторис выложила. В школе номер 135 творится какая-то ерунда. Учитель математики Круглов Михаил Афанасьевич продвигает своих племянниц и делает за них задания на Олимпиаде. А они их выигрывают. Обычные дети без связей не могут ни Олимпиаду выиграть, ни пятерки получить. Везде кормить. Это скандал. Я тебе больше скажу. Это катастрофа. Она еще выложила эту сторис, отметила полицию и нашу школу. Пипец. Нет, я не стану давать вам свои комментарии. Извините. Я же сказал, никаких комментариев. До свидания. Никого я не покрываю. Нет у меня никаких родственников. Ну что ж, Михаил Афанасьевич, поздравляю. Вы стали звездой. Поверь мне, сейчас точно не до шуток. Мне с телефона оборвали. Ну а кто тебя просил так несправедливо поступать с класса? Продвигать кого-то? Да я... Я этих ребят знаю, каких обыгранных. Я и плакала из-за них, и к директору ходила. Они не терпят ни справедливости, ни фальши, ни... Когда кто-то уж тем более пытается их обдурить. Понимаешь? Дело в том, что от результатов Олимпиады зависит репутация школы. Поэтому директор настоятельно советовал, чтобы я сделал все, чтобы бал был высоким. А если я приведу свою ученицу к победе на городской Олимпиаде, мне дадут премию. Понимаешь? Понимаю. Но кажется, ситуация вышла из-под контроля. Тебя, кстати, не вызывали еще к директору? Там наверняка уже все знают об этой ситуации. Может, все-таки обойдется. Михаил Афанасьевич, вас директор вызывает. Видимо, не обойдется. Ладно. Путь что будет. Что вы себе позволяете? Что происходит? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok